Российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ вблизи 14 населенных пунктов Луганской области, но не смогли и отошли. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российские оккупанты, несмотря на то, что до сих пор не могут дожать Луганщину, не говоря уже о Донеччине, уверены в результатах своего будущего псевдореферендума за присоединение украинских областей к России. Сергей Гайдай с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Обстрелы Луганщины не прекращаются. Какая ситуация на сегодняшнее утро? Где российские силы бьют сейчас наиболее интенсивно? Ну, сейчас все внимание переключено уже на города Донецкой области. Основной упор они делают на Бахмуте. Город просто уничтожают. Сейчас каждый день его обстреливают. Каждый день, к сожалению, там есть погибшие, раненые. И пытаются прорвать, дожать вот этот кусочек Луганской области, который до сих пор держится. Наши защитники там сдерживают линию обороны. Никак не удается российской армии там прорваться и закрыть уже, знаете, на карте все-таки реально, а не фейковые свои вот эти заявления по поводу того, что они вышли на админкордоны. Ну, в этом плане ничего у них не получается. Сбройные силы Украины, они держатся там. И надеюсь, что это будет продолжаться в том же русле. Пока готовятся к референдуму, а там посмотрим. Ну вот, кстати, о референдуме. Российские оккупанты до сих пор не контролируют всю территорию Луганщины. Как вы думаете, насколько вероятно то, что они свой псевдореферендум проведут, учитывая, что всю область не контролируют? Ну, смотрите, мы же с вами понимаем, что даже в наших с вами сейчас высказываниях звучат со стороны России фейковые новости. Если референдум, то псевдореферендум. У них все, в принципе, фейковое и все искусственно. И так, как им нужно, они могут нарисовать в любой момент все что угодно. Предпосылок к тому, что завтра или послезавтра этот референдум пройдет, конечно, нет. Но, в принципе, готовятся. Уже на улицах появились люди с какими-то агит-листовками, плакатами. Уже в газетах своих они упоминают о том, что, ну, как бы надо все-таки двигаться в сторону присоединения к России. Уже есть у нас факты, что они готовят помещение для избирательных комиссий. Ну и, собственно говоря, приезд вот этого мелкого неадеквата Димы Медведева тоже говорит о том, что пытаются как-то усилиться или какие-то акценты расставить. Потому что он приезжал, ну, как обычно, с чем он может приехать? Сказать, что денег нет, но вы держитесь, хорошего настроения, как обычно. А вот вы говорите о том, что появились люди с листовками, да, там в газетах они пишут о необходимости присоединения к Российской Федерации. А чем аргументируют? Ну вот как объясняют? Почему там в России, по мнению коллаборантов и оккупантов, лучше? Это страна Эльдорадо. Ее никто не видел, но там очень здорово. Ну, то есть, смотрите, мы же с вами адекватные, нормальные люди. Нам их реально не понять. То, что они несут, вот иногда просто, несмотря на то, что вот у меня и опыт есть общения с такого плана людьми, и я видел своими глазами, как начинается все с 24 февраля, и как вот все продолжаются эти разрушения, и я читаю новости, это просто ужас, то, что они несут. Вот, например, вот они приходят в города, которые 4,5 месяца расстреливали со всего вида оружия, которое есть на вооружении российской армии, и рассказывают, что укронацисты уничтожили города. Они эксгумируют сейчас тела где-то во дворах и делают массовое вот захоронение. Они говорят, что укронацисты убили этих людей. Это люди, которые погибли от обстрелов российской артиллерии. Поэтому, ну что, мы увидели, допустим, замечательное изменение в сторону русского мира. Это когда в городе Северодонецк вместо центрального водоснабжения появляются помывочные кабинки в центре города. Мы увидели улучшение, когда все прекрасно понимают, что в отопительный сезон ни один из крупных городов не войдут, потому что они ничего не сделают. Мы увидели улучшение в виде того, что вместо Мерседеса появляются УАЗики, и это по российской версии это круто. И такого очень много на самом деле. Это просто в моей голове никак не укладывается. Я теперь не удивляюсь, что книги Орла просто забирают и людей, выписывают штрафы тем людям, которые бесплатно эти книжки раздавали где-то в Москве или в Питере. То бишь это просто страна-фейк, которая рассказывает, как будет замечательно в будущем. А сегодня, сейчас, ну что ж, стандартная фраза россиян, нужно немножко потерпеть. Ну это же знать, вот было заявление товарища пасечника, марионетки кремлевской, руководителя терформирования ЛНР, так называемого, о том, что попасную они не будут восстанавливать, потому что это нецелесообразно, поскольку город полностью разрушен. Вот, мне просто это не укладывается в голове. Прийти с войной, разбомбить, уничтожить, а потом еще обвинять в этом украинцев, украинскую армию, украинскую власть. Это просто невероятно. И соглашаться о том, что возможно теперь построить заново. Так надо было не обстреливать и не разрушать, не надо было тогда вообще. Я думаю, что это не первый город, который они не смогут восстановить, на самом деле. Они даже в Севердонецке ничего не сделают, и в Золотом ничего не сделают, и в Горской громаде, те населенные пункты, которые они уничтожили, они там тоже ничего не сделают. Ну, в принципе, Россия созидать ничего не может. Все, что они не делают, у них все получается Нива, ну, то есть вот по качеству своему. То есть это просто ужас. Но единственное, что у них получается делать хорошо, это, конечно, пропаганда. Пропаганда отличная. И по инсайдерской информации, вроде бы вот этот злобный гном, который приезжал, Медведев, то он там вроде бы нехорошими словами хвалил пасечника, в угол его там ставил, говорит, что мы все прекрасно понимаем, что города мы не восстанавливаем, что мы их разбили, расстреляли, но вслух об этом говорить нельзя. Нужно говорить, что все будет замечательно, и впереди нас всех ждет светлое будущее. Ну, вот такая вот у них риторика. Слушайте, а Медведева еще кто-то слушает, хотя бы в ЛДНР, в так называемых, там его всерьез воспринимают, потому что, судя по его последним твитам и записям в интернете, он как-то вообще несерьезен уже в России, в Москве его никто всерьез не воспринимает. Ну, я думаю, он пытается щеки дуть, показать, какой он мощный политический деятель, какая злобная и агрессивная фигура, и что, ну, рано его как бы списывать со счетов, но на самом деле, конечно, это выглядит очень смешно. А зачем он вообще туда ездил? Это понятно? То есть это просто какой-то такой дипломатический визит? Показательное выступление. Да, показательное выступление. Или зачем? Какая цель была его визита? Ну, цель показать, что поддержка есть на высшем уровне. Ну, как на высшем? На уровне метра пятьдесят, но поддержка есть, и мы же не оставим весь народ, ЛНР и так далее и тому подобное. Ну, то есть стандартный набор какой-то ахинеи. Их, если послушать, это просто бред несусветный. Они просто семимильными шагами бегут, не то что идут, бегут назад в прошлое, в какие-то семидесятые, в древние вообще беспросветные совковые времена, когда очереди за каким-то дефицитным, я не знаю, за дефицитной тушенкой, просто за продуктами, и вот все жили в совке. То есть мы скоро увидим, или как развалится Россия, и появятся отдельные страны, которые, ну, кроме Москвы, будут жить замечательно, потому что у якутов есть свои какие-то месторождения, где-то там в Сибири замечательные тоже есть там планы, и леса много, и то же самое, и подземных этих месторождений достаточно, чтобы развивать свои небольшие вот эти страны. И сейчас они отдают по 60% всего, что добывается только вот в район Москвы. Но вот когда это развалится, то я думаю, что мы увидим на самом деле, как будут развиваться разные страны. Надеюсь, что это все-таки произойдет в самое ближайшее будущее. Сергей, вот во временно оккупированном Старобельске подрывали автомобиль с коллаборантом. Вы можете рассказать о том, кто это был и что произошло? Коллаборант с 2014 года пошел на сотрудничество с оккупантами. Все это время тесно был связан, работал на них, под ними. Я не знаю, какие у них там еще взаимоотношения. Сейчас после оккупации, уже после полномасштабного вторжения России в Украину, то оказался в Старобельске. Ему там прочили разные должности, и главы МРЭО, и еще что-то в таком плане. А в конечном итоге, по-моему, очередное неудачное курение в машине, где была газовая установка. Ну, как обычно. Я уверен, что, знаете, вот у нас есть такое сейчас распространенное в Украине слово, бавовно. Вот таких вот хлопков с вот этими газовыми установками будет достаточно еще много, потому что ни одного коллаборанта просто так не оставят. Никому не будет прощения, и спокойно никто там не сможет работать. Да, видите, Сергей, как получается. У нас же совсем недавно внесли некоторые изменения в закон о курении в общественных местах. Там в том числе запретили в помещениях, в кафе, в ресторанах курить и электронные сигареты. И очевидно, что если бы на временно оккупированных территориях люди руководствовались законодательством Украины, то таких бы взрывов, наверное, не было бы. Ну, наш же запрет курения действует на территории всей Украины, даже там, где временно оккупировано. Поэтому им нужно быть очень-очень внимательными, беречь здоровье. Сергей, позвольте еще о серьезном. Днями вы сообщали, что российские захватчики пытаются организовать депортацию в Российскую Федерацию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с временно оккупированных территорий Луганской области. Речь шла о сотне детей. Какая их судьба? Вам известно, что с этими детьми сейчас? К сожалению, я думаю, что все-таки они их таки депортируют. Есть, ну, как бы два направления. Это мои мысли, субъективное мое мнение, почему, собственно говоря, их будут сейчас депортировать в Россию. Одно очень банальное и такое достаточно примитивное, и, скорее всего, это так и есть, для России это свойственно, они не могут содержать интернаты, они не могут содержать никакие вообще учреждения, и поэтому они их закрывают, чтобы просто не тратиться и не оставить на самотек, чтобы там дети не умерли из голода и не замерзли из холода. Это первое. Ну, возможно, так и есть. Но я не исключаю вариант. Вот, честно, еще каких-то полгода назад мне бы такие мысли даже в голову не пришли, но я смотрю на весь этот сюр, на все то, что творит Россия. Я не исключаю вариант, что вот потом из таких детей-сирот россияне будут готовить свою юную армию и будут готовить этих детей растить в ненависти к Украине, возможно, я не знаю, ко всему европейскому, и потом будут делать вот такие отряды карательные какие-то и армейские подразделения. Вот, к сожалению, я не исключаю. Будем верить и надеяться на то, что придет время, и мы обязательно вернем каждого ребенка, которого незаконно Российская Федерация вывезла на свою территорию. Спасибо, что вы были с нами. Это был Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, с которым мы обсудили ситуацию в регионе. Ну, а также то, как несоблюдение украинского законодательства коллаборантами приводит к непроизвольным хлопкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова